ребята всем привет сегодня разбираем статград февраль достаточно сложный пробник в этом видео я разберу первый вариант еще будет одно видео где я разберу второй вариант тоже статград февраль и там как раз такая неприятная задача про которую я уже многим ребятам говорила на занятиях плюс небольшой такой анонс хочу сразу сказать у нас в конце марта будет очень большая практика по зоологии и по актуальным заданиям анатомии а в апреле мы проведем большую практику по общей биологии поэтому если ты в этом году сдаешь егэ или тебе просто интересно допустим на следующий год и сдаешь экзамен я буду рада тебя видеть на этих вебинарах ссылка с датами со временем будет под этим видео чуть ниже итак поехали у нас здесь первое задание здесь нас представлены уровни организации живого клеточный уровень и нам показывают здесь вот такую стандартную картинку это деление клеток и ниже у нас нарисованы два вот таких вот оленя и явно они между собой борются поэтому это будет нас как пример внутри видовой борьбы скорее всего я думаю борьбы за самку что мы здесь видим у нас примеры до самих уровней нужно вспомнить у нас есть молекулярный генетический уровень есть клеточный как здесь у нас представлен есть такой достаточно частный тканевый уровень он достаточно редко встречается в егэ но допустим в сборниках принципе тоже можно его найти есть у нас уровень органный когда нас конкретно спрашивают про какой-то орган про его работу желудок печень и так далее или допустим лист вот фотосинтез да то есть фотосинтез у нас на каком уровне кстати организации проходит нас фотосинтез это интересный вопрос пишите в комментариях на каком и плюс еще можно также здесь этот по органам уровня организменный уровень у нас будет то есть будет представлен конкретно какой-то организм его особенности популяционно видовой здесь у нас олене они явно одного вида значит это внутри видовая борьба здесь нас будет какой еще пример можно привести вот внутри видовой конкуренции или по-другому внутри видовой борьбы вот допустим березы березовые рощи борются за свет и воду да то есть вот здесь вот картиночку как раз я вам положу или же допустим наоборот сорняки у нас получается и культурные растения вот сорняки культурные растения это будет уже биогеоценотический уровень то есть он идет у нас уже дальше то есть березы это будет у нас популяционно видовой то есть береза одного вида сорняки и культурные растения, это будет уже два разных вида. Поэтому это будет у нас биогеоцинотический. Биогеоцинотический яркий пример это еще симбиозы. Допустим, симбиоз рака отшельника актинии. Сюда тоже можно включить. Ну и, конечно же, последний у нас восьмой уровень организации живого это биосферный, где в основном у нас будет затрагивать всю живую оболочку планеты Земля. И очень часто встречаются какие-то круговороты у нас вот в этом уровне. Поэтому тоже можете обратить внимание. Приложу сейчас вот здесь вот картиночку этих уровней организации живого. Итак, здесь у нас получается, еще раз повторяюсь, внутривидовая борьба. Значит, это у нас популяционно-видовой. Так, я вот здесь вот напишу нам популяционно-видовой. Потом обязательно еще сделаем практику, где я буду оформлять в сам бланк, чтобы показать вам, как это делать, аккуратно и красиво. Так, идем дальше. Второе задание. Здесь у нас вот такой вот интересный вопрос. У нас здесь получается экспериментатор поместил лабораторную мышь в террариум, где поддерживалась температура 40 градусов. Как через 15 минут изменилась температура тела животного и уровень теплоотдачи? Ну, давайте рассуждать логически. У нас мышка. Мышка, она у нас получается кто? Она у нас млекопитающая. Значит, у мышки у нас будет постоянная температура тела. У нее 4-х камерное сердце, 2 круга кровообращения, постоянная температура тела. Она у нас получается будет гомо-термное животное. Есть у нас хладнокровные, они у нас называются пойкило-термные, а есть тепло-кровные, гомо-термные. Здесь нужно вспомнить такую картиночку. Мы ее разбирали с вами на экологических факторах, где у нас получаются абиотические факторы, как температура. И там у нас была картинка, это лягушка. Лягушка у нас земноводная, амфибия. Она у нас будет пойкило-термная. И собака. Она у нас будет гомо-термная, то есть теплокровная. У собака получается когда тепло, она у нас усиливает теплоотдачу, а лягушка она наоборот нагревается. То есть, когда холодно, лягушка остывает, когда тепло, лягушка нагревается. То есть, получается, у лягушки будет температура тела зависит от температуры окружающей среды. У собаки, так как она млекопитающая, нет. У нас мышка. Мышка тоже млекопитающая, поэтому у мышки температура тела также не зависит от температуры окружающей среды. Поэтому у нас температура тела, мы здесь поставим троечку, она не изменилась. А вот уровень теплоотдачи у нас увеличился. Так, идем дальше. Третье задание. Работаем в темпе. Какое количество нуклеотидов РНК кодирует фрагмент полипептида, имеющий длину 37 аминокислот? Ну, слушайте, это очень простое задание. Во-первых, что такое полипептид? Это белок, да? Полипептид – это белок. И этот белок у нас имеет длину 37 аминокислот. У нас есть один из самых основных свойств генетического кода. Он самый первый у нас идет. Это триплетность. Три нуклеотида у нас кодируют одну аминокислоту. Значит, что мы здесь должны сделать? Мы здесь должны, получается, 37 умножить на 3, потому что нам дано здесь, что количество получается не нуклеотидов, а именно количество аминокислот. То есть мы 37 умножаем на 3 и получаем 111. Значит, здесь у нас будет 111 нуклеотидов. Кодировать фрагмент полипептида из 37 аминокислот. Почему? Потому что 3 нуклеотида равно 1 аминокислота. Очень простое, хорошее задание здесь нам дано. Так, четвертое задание. Какое количество фенотипических классов получится при скрещивании двух гетерозиготных растений ночной красавицы при неполном доминировании? Тоже смотрите, ребята, у вас тут дана опять же подсказка. У вас здесь сказано про растения ночной красавицы. Это как раз мы разбирали в примерах неполного доминирования. У нас там есть красные цветы, есть белые цветы. И при скрещивании двух гетерозигот, то есть А большого, А маленького, у нас 50% получается розовых растений. Давайте напомню, как это у нас было. Изначально, получается, мы скрещиваем два красных цветка. А большое, А маленькое с А большим, А маленьким. Это у нас второй закон Менделя. Закон у нас здесь будет, получается, расщепление по фенотипу во втором поколении. Три к одному и по генотипу один к двум к одному. Но здесь нужно учитывать, что у нас написано неполное доминирование. Значит, вот этот вот красный ген, А большое, у нас не полностью перекрывает белый ген, А маленькое. И в гетерозиготном состоянии у нас получается промежуточный фенотип. В нашем случае это розовые растения. У нас написано, какое количество фенотипических классов. Значит, здесь у нас будет доминантная гамета, рецессивная гамета, доминантная гамета, рецессивная гамета. И что мы здесь получаем? А большое, А большое. Вот А большое, А большой, явно у нас будет красный цветок. А большое, А маленькое, А большое, А маленькое. Получается, эти растения у нас будут розовые. розовые растения а маленькая а маленькая это будет у нас белый цветок почему я здесь говорю что розовые растения получается потому что в задаче сказано не полное доминирование то есть если бы у меня про это ничего сказано не было ну и были бы какие-то другие растения не ночная красавица я бы про это соответственно ничего бы и не писала и не говорила какое количество фенотипических классов то есть красный розовый белый значит у нас здесь будет три ответ запишите только число то есть красные розовые белые получается растения 3 фенотипических класса в ответ я пишу только число если мне нужно было написать соотношение я бы написала 1 2 1 к примеру в порядке убывания 2 1 1 если мне нужно было написать генотипы и фенотипы я бы тоже там соотношение в меня просили я бы его писала если бы процент нужно было бы сказать к примеру бы было сказано сколько белых растений я бы сказала 25 процентов то есть всего получилось 4 генотипа 1 а маленькая а маленькая 1 4 соответственно 25 процентов еще раз ребят для четвертого задания чтобы не сделать такое глупое ошибку повторите законы менделя первый второй закон менделя но третий закон но третий закон он конечно больше для 28 задачи но тем не менее обязательно повторить анализирующие скрещивание моногибридное это чаще всего у вас встречается в егэ и так переходим к пятому шестому номеру это блок это стандартные задания каким номером на рисунке обозначена структура клетки отвечающие за поддержание формы клетки давайте здесь в принципе посмотрим какие органоиды у нас здесь отмечены под цифркой один у нас будет органоид вот с такими вот цистернами и визикулами вокруг него значит это аппарат гольджи под цифркой 2 у нас здесь показывает на митохондрию митохондрия на митохондрию очень плот просто определить да у нее внутри вот такие вот кристы так под цифрой 3 у нас будет клеточный центр клеточный центр под цифркой 4 у нас здесь показывает на визикулы да но это какие-то лизосомы здесь будут я так думаю потому что на вот эти вот пузыречки показывает сразу на несколько так под цифрой 5 нам показывает на шероховатую ps и по цифре 6 нам показывать на ядро по цифре 7 нам показывает на клеточную стенку и по цифре 9 просто куда ты вот на ацетоплазму нам показывает но клетка здесь внимание клетка то здесь у нас будет животное у нее жгутики есть и нет крупной в уколе значит это не клеточная стенка клеточная мембрана у нас здесь будет потому что у нас у животных нет получается клетку животных клеток нет клеточной стенки есть только плазматическая мембрана. Кстати, у животной клетки на плазматической мембране будет находиться гликокаликс, что увеличивает ее подвижность и дает способность к питанию твердыми органическими остатками, к фагоцитозу. У нас написано, каким номером на рисунке обозначена структура клетки, отвечающая за поддержание формы. В данном случае это будет у нас циферка 7, это будет плазматическая клеточная мембрана. Ну, конечно, плазматическая мембрана или плазмолема, по-другому мы здесь будем говорить. Так, идем дальше. Идем дальше, шестое задание. 1, 2, 3 у нас здесь дано. Давайте еще раз посмотрим. 1 у нас это будет аппарат Гольджа, 2 у нас здесь будет митохондрия и 3 у нас здесь будет клеточный центр. Формирует секреторные пузырьки. Это аппарат Гольджа, конечно же. Обеспечивает кислородное окисление веществ. Митохондрия на своем последнем этапе, который называется окислительное фосфолилирование, и происходит этот этап у нас на кристах митохондрии, поэтому это 100% она. Организует цитоскелет клетки, это у нас будет клеточный центр. Содержит собственную ДНК рибосомы митохондрия. Состоит из табулиновых микротрубочек клеточный центр. Отвечает за модификацию белков после синтеза аппарат Гольджа. Что нужно, чтобы решить это задание? Нужно четко знать, какой органоид эукариотической клетки, какие выполняет функции. Если кто-то что-то подзабыл, кто-то что-то не помнит, здесь есть на этом канале видео про плазматическую мембрану отдельно, какие она функции выполняет, там про транспорт веществ я рассказываю, и есть видео про органоиды клетки, поэтому можете посмотреть, ссылочку оставлю в описании. Также в ВК у нас есть большое количество шпаргалок, тоже можете обратить на это внимание. Так, поехали дальше. Седьмой вопрос у нас тут такой красивый. Поехали. Так, что здесь у нас? Какие из перечисленных структур формируются из среднего зародышевого листка мезодермы? Ну, слушайте, я не знаю, вот Стадград и Рохлов просто обожают зародышевые листки, эктодерма, энтодерма, мезодерма, что с ними связано, я не знаю, это просто какая-то, видимо, любимая тема, так скажем. Нужно помнить, что из мезодермы у нас формируется хорда, а значит, все, что связано с соединительными тканями, это у нас будет отсюда. Давайте смотреть. Поперечно-полосатая мышечная ткань, мышцы формируются из мезодермы. Нервная система сюда не подходит, потому что нервная система, она формируется из невроцелия, из нервной трубочки, которая возникает на эмбриональном этапе развития, и она формируется из эктодермы, поэтому это сюда не подходит. Эпителий кишечника тоже нет, потому что эпителий кишечника это будет у нас энтодерма, внутренний зародышевый листок. Средний слой кожи дерма, вот средний слой кожи дерма будет сюда относиться, можете даже посмотреть потом в табличке, может быть, даже сюда приложу в видео эту табличку, либо потом посмотрите. Слизистая оболочка носовой полости, нет, слизистая оболочка не подходит, это энтодерма, и красный костный мозг, как раз кости, относятся к соединительной ткани, это будет у нас мезодерма, поэтому здесь у нас будет 1, 4, 6 ответ. Так, ну и такое не очень приятное задание, никто его не любит, никто его не жалует, это задание, это у нас восьмое задание, нам здесь нужно установить последовательность действий. Последовательность. Установите последовательность действий молекулярного биолога при создании штамма бактерий, производящего рекомбинантный инсулин. Я, кстати, Шорст писала недавно про это. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. Когда мы делаем последовательность, ребят, мы сначала все читаем, потом уже начинаем вспоминать эту тему и анализируем, анализировать. Получение выделенного гена, кодирующего инсулин, встраивание гена инсулина в плазмидную ДНК, отбор колоний бактерий, производящие инсулин, выделение геномной ДНК человека, трансформация бактерий рекомбинантной плазмидой. Ну, я не знаю, просто вот нужно здесь понимать, да, как это происходит. Ну и помнить, в принципе, методы биотехнологии. На минуточку методы надо знать очень хорошо. Итак, сначала нужно что? Сначала нужно, наверное, вот этот ген, который у нас кодирует инсулин, кодирует белок, да, этот инсулина, нужно выделить из молекулы ДНК. Соответственно, сначала 4. Выделили, супер, молодцы. Дальше нужно что сделать? Вот получение выделенного гена, кодирующего инсулин. То есть нужно, его выделили из геномной ДНК человека, нужно, получается, его получить. Не знаю просто, как правильно это еще сказать. Нужно его получить, да, здесь так скажем. Затем встроить в плазмидную ДНК, встраивание гена инсулина в плазмидную ДНК. Дальше нужно что сделать? После того, как мы встроили, нужно произвести трансформацию бактерий и отобрать колонии бактерий, которые начали производить инсулин. То есть смотрите, что мы делаем сначала? Вот у нас молекула ДНК человека. На этой молекуле ДНК у нас есть ген, который шифрует инсулин. Мы его, получается, вырезаем этот ген, берем бактерию. В бактерии у нас кольцевая молекула ДНК нуклеоид. Выделяем из нее отдельную плазмиду. Плазмиды – это участок бактерии, который будет шифровать у нас какие-то гены бактериальные. Мы ее, получается, здесь отбираем эту плазмиду и встраиваем сюда нужный нам ген в эту плазмиду. Дальше у нас происходит трансформация рекомбинантной плазмиды, то есть бактерии становятся немного другая, то есть меняется ее генетический материал. И отбираем те бактерии, которые производят у нас белок этот, инсулин. Те бактерии, которые не смогли производить белок, инсулин, они нам, получается, не нужны в популяции. Мы их убираем. Вот и все простыми словами, если это сказать. А если не простыми, то будет все гораздо интересней. Так, ну что? Ботаника. Девятое задание. Ботаника. Так, девятый вопрос. Под каким номером на рисунке обозначено однодольное растение? Ну что, давайте разбираться. Вообще, что за растение у нас тут представлено, да? Под цифркой 1 это будет у нас хвощ. Почему хвощ? Потому что здесь у нас будет два побега. Это будет у нас весенний побег, он такой желтенький, и летний побег. Под цифркой 2 это мох. Ну, слушайте, мох это классика ЕГЭ, его надо знать в лицо. Это у нас будет кукушкин лен. Под цифркой 3 у нас здесь представлено какое-то голосеменное растение, да? Голосеменное. Шишечка есть, да? Туя какая-то. Цифрка 4 это у нас будет ландыш. Кто любит ландыши? Цифрка 5 это будет плаун. Как я определила, что это плаун? И у него опять же будут спороносные колоски. Есть вот такие вот горизонтальные побеги, обратите внимание, от них у нас идут придаточные корни. И вот такие вот вертикальные побеги, на которых как раз таки формируются корневые волоски. На них как раз таки формируются спороносные колоски. И по цифре 6, ну слушайте, ребят, это картошка, это картофель у нас. Картофель. Картофель относится к семейству посленовые, а значит, это двудольное растение. Так, ну что, у нас здесь вопрос, каким номером на рисунке обозначено однодольное растение? Однодольное растение у нас будет под цифркой 4. Это будет ландыш. Почему? Потому что у него мочковатая корневая система. Раз. Дуговое желкование листьев. Два. Ну, в принципе, уже по этим признакам можно определить. Хотя, хотя, есть у нас одно интересное растение, это подорожник. У подорожника будет дуговое желкование, но он будет относиться к двудольным. Вот. Как исключение из правил. Можете его тоже запомнить, выписать себе. Так, ну, в общем, это будет у нас тут ландыш. Так, поехали дальше. Один, два, три. Один у нас это хвощ. Два это мох. И три это у нас будет какой-то голос семенной. Почему какое-то? Потому что вот сейчас скажу, что это какое-то конкретное. А вдруг, а вдруг это другой вид. А вдруг я вот ошибусь. Да? Может же такое быть? Так, ладно. Поехали. Преобладание гометофита над спарафитом. Это мхи. Кстати, у кого еще гометофит над спарафитом преобладает? Это водоросли и мхи. Вот. Так, ветроопыление. Ветроопыление это голос семенной растение у нас будет. Пыляется ветром. Расмножается семенами тоже голос семенной растение. Наличие заростка в жизненном цикле. Это хвощ. Это хвощ. Потому что у мха не заросток, а предросток. Он похож на зеленую водоросль. У него будет такое ничитое строение. Предросток. Он называется протонема у мха. Так, отсутствие корней. Мох, конечно же, мох. У него нормальных корней нет. И развитие из протонемы... Ой, я здесь это... Двоечка, двоечка. Здесь двоечка. Отсутствие корней. И развитие из протонемы у нас будет тоже мхи. Вот. Так, ну что, поехали дальше. Дальше едем, едем. Дальше у нас 11 вопрос. Смотрите, какая здесь классная медуза. Просто шикарная, да? Очень красивая. Медуза относится у нас к типу кишечно-полосные. Итак, какие признаки характерны для изображенного на рисунке животного? Двухкамерное сердце. Ребята, у медузы есть сердце? Я думаю, нет. Лучевая симметрия тела. Да, лучевая симметрия тела подходит так же, как у кишечно-полосных. Жаберное дыхание. М-м-м... Кишечно-полосные. Диффузная нервная система. Или по-другому нервная система сетчатого типа. Вспоминайте гидро. Замкнутая гастральная полость. Да, у них кишечная, либо по-другому гастральная полость. И трехслойное строение нет. Она у нас относится к кишечно-полосным. А значит, у них будет двухслойное строение. Это наружный слой эктодермы и внутренний слой эндодермы. Двенадцатый вопрос. Вот иногда, кстати, иногда, кстати, даже в двенадцатом вопросе ребята допускают ошибки. Не потому, что они невнимательны, да? Не потому, что там что-то не так. А потому, что, потому, что бывают такие вопросы. Двенадцатые, как бы, ну, не очень это, хорошие. Но бывают иногда. Ладно, поехали. Установите последовательность систематических групп животных, начиная с самого низкого ранга. То есть нам здесь нужно с самого низкого. Самый низкий у нас это будет вид. Вид у нас всегда это два слова. Это снегирь обыкновенный. Род снегирь. Идем дальше. Дальше у нас будет что? Дальше у нас будет семейство. Вьюрковые. Ну, в нас вьюрковый. Дальше у нас будет птицы. Класс. Так, позвоночные. Кордовые. Все. Поехали дальше. Так, слушайте, я специально гифку нашла. Показать хочу вам. Это легкие. Это легкие. Вот видите, они так надуваются, сужаются, надуваются, сужаются. Такой эксперимент даже есть в восьмом классе. Не знаю, показывали вам или нет. Ну, вот сейчас я вам показала. Так, каким номером на рисунке обозначена диафрагма? Ну, диафрагма – это куполообразная мышца, которая разделяет у нас грудную полость от брюшной полости. Она у нас показана под цифрой 8. Все. Она у нас показана под цифрой 8. Так, под цифркой 1. Это у нас будет. А, слушайте, давайте-ка увеличим. Давайте-ка увеличим. Прямо куда показывает? Так вот. Посмотрим внимательно. На нос показывает. Носовая полость. Так, 2 у нас это будет ротовая полость. Так, куда-то на язык показывает. 3 у нас это будет гортань. 4 у нас это будет трахея. 4 у нас это трахея. 5 у нас это будет бронхи. Главные бронхи, если быть точнее. 6 у нас показывает на легкое. Так, из 7 у нас это будет ацинус, да? Или альвеола. Ну, посмотрим сейчас на сам вопрос. Вот, есть у нас там или нет. Так, у нас здесь 1, 2, 3. Содержит голосовые связки. Гортань, конечно, гортань. Разделена на 3 хода. Верхний, средний и нижний. Носовые ходы у нас разделены на 3 хода. Это нижний, средний, верхний. Так, у нас ограничено щитовидным хрящом. Гортань у нас ограничена щитовидным хрящом. Покрыта вкусовыми почками. Чисык. Содержит обонятельные рецепторы. Носовый, нос. Нос, носовый хали. Защищает трахею от попадания инородных частиц. Вот, кстати, интересный вопрос. Защищает трахею от инородных частиц. Это будет гортань, потому что там находится хрящ надгортанник. Когда мы проглатываем пищу или воду, он у нас закрывается и перекрывает ход в дыхательную систему. Поэтому есть такая поговорка ещё. Не в то горло попало. Это означает то, что, ну, не то, что у нас два горла, да, а то, что у нас есть вот этот вот надгортанник. И этот надгортанник, он перекрывает ход в саму трахею, чтобы мы не подавились, не захлебнулись, чтобы ничего такого плохого не произошло. Вот. Чтобы еда и вода попадали в пищевод и потом в желудок. Так, ладненько, поехали дальше. Пятнадцатый вопрос. Апи, всё анатомия, пока блок анатомии. Примером соединительной ткани являются соединительная ткань, хрящевая, эндотелий, гладкомышечная, нервная, кровь, волокнистая, гистология. Итак, соединительная ткань. Я думаю, что к соединительной ткани 100% относятся хрящевая. Хрящевую ткань, кстати, надо знать в лицо, она такая интересная. Тоже картинку вам здесь приложу. У неё вот такие вот как бы скопления. И вот в этих скоплениях как бы находятся уже сами ядрышки. Тут такое волокно идёт. Интересное. Вот. Мне кто-то из ребят сказал, что это похоже на каких-то личинок. Но мне кажется, нет. Это же хондроциты, хрящевые клетки. Так, пять. Кровь. Однозначно. Кровь сюда относим. Это соединительная ткань. Наша внутренняя среда. И волокнистая. У нас есть плотная соединительная ткань. И есть рыхлая волокнистая соединительная ткань. Эндотелий. Это эпителия. Эндотелий, ресничный, мезотелий. Сюда у нас относятся. Есть у нас такой кубический, железистый. Это всё эпителиальные ткани. Гладкомышечные. Наши внутренние органы работают за счёт гладкой мускулатуры. За счёт гладкомышечной ткани. Нервная. Но это вообще отдельный блок тканей. Из эктодерма образовалась. Из наружнего зародыша в листка. Конечно же нет. Однозначно нет. Поэтому 1, 5, 6. Так, ребятки. Идём дальше. И дальше. Смотрите. Красивые. Хорошие. Сердца. Круги кровообращения здесь нам помогут ответить на этот вопрос. Установите последовательность движения лимфы. Лимфы, не крови. Лимфы. Начиная с момента её образования. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. Ага. Ладненько. Поехали. Опять 16-е задание. Всё читаем. Поступление лимфы в вены большого круга кровообращения. Слияние лимфатических капилляров в сосуды. Очищение лимфы в лимфатических узлах. Всасывание тканевой жидкости в капилляры. Поступление лимфы в лимфатические протоки. Ну, давайте начнём, наверное, с того, что с момента её образования, где она у нас образуется-то, лимфа? Она у нас образуется из тканевой жидкости. Поэтому 4. Затем она у нас должна что сделать? Вот она у нас образовалась. Получается, в тканевой жидкости. Да, всасывание тканевой жидкости в капилляры. Дальше слияние этих самых капилляров в сосуды у нас идёт. После того, как сливается в сосуды, очищается в лимфатических узлах. Кстати, если лимфатические узлы будут увеличены, это какая-то инфекция. Ну, разные могут быть инфекции. То есть, идёт какой-то процесс, какое-то либо воспаление, либо развитие каких-то нехороших клеток, в общем, онкологических клеток. Поэтому вот лимфатические узлы, это вот нужно на них обращать внимание вообще. Но это так, вам потом уже в меде всё это конкретно расскажут. Так, идём дальше. Очищение лимфы в лимфатических узлах. Хорошо, очистили в лимфатических узлах. Дальше поступление лимфы в протоки. Лимфатические протоки. И уже после этого лимфы поступают в вены большого круга кровообращения. Если вам когда-то брали из вены кровь на анализы, то там было написано лейкоциты. И там, в общем, лейкоцитов очень большая группа. Там эузинофилы, базофилы, нейтрофилы, моноциты. И отдельно лимфоциты. И для лимфоцитов отдельная сетка. Потому что это отдельно смотрят... Ну, сетка я имею в виду нормальное значение. Какое должно быть нормальное значение для лимфоцитов? Вот это я сейчас имела в виду. Вот. И отдельно смотрят. Нормальное там значение. Повышенное, пониженное. Есть что-то, нет что-то. В общем, они у нас тоже поступают в вены большого круга кровообращения. Направляется всё это дело в сердце. И в сердце насыщается кислородом. У нас венозная кровь. Так, моё нелюбимое 17-е задание. Здесь большой текст. Ну ладно, что поделать? Другого нет. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны примеры палеонтологических доказательств эволюции. Что значит палеонтологические? Наука палеонтология изучает древние остатки когда-то живых организмов. У всяких динозавриков, птичек, в общем, древних, археоптериксов, древние растения. В общем, это всё палеонтология. Археологи изучают предметы культуры и быта. Всякие кувшинчики, ложечки находят и их изучают. Так, ладно, поехали. Анализируя геномы современного человека и неандертальцев, учёные смогли подтвердить наличие у европейских людей неандертальских генов. Если что, неандертальцы жили на территории современной Германии. Да, кроманьонцы жили на территории современной Франции. Как раз кроманьон. Это у нас отсюда будет. В общем, да, здесь у нас такая штука. Ну, вряд ли, вряд ли. Что-то здесь как-то геном. Не туда. Первый опознанный экземпляр неандертальца был найден учёными в 1856 году в Германии в долине Ниандер. Вот это уже палеонтология, ребят. Это подходит. С тех пор было найдено множество скелетов промежуточных форм между древними антропоидами и человеком. Ну, вот смотрите, здесь у нас получается, опять же, с тех пор находили эти остатки. Поэтому тоже подходит. Несмотря на то, что гипотеза происхождения человека разумного от человека неандертальского была опровергнута, учёные всё же смогли выстроить правдоподобный филогенетический ряд, начиная с человека прямоходящего. Ну, здесь у нас получается, несмотря на то, что гипотеза происхождения человека... Давайте дальше дочитаем. Представление о принадлежности всех современных людей к одному виду на данный момент не вызывает сомнений у учёных. Тут вообще ничего не сказано. В пользу этого говорит сходство креотипов представителей разных рас, формирование одинаковых рудиментов и атовизмов, рудиментарные и атовистические признаки, и способность скрещиваться друг с другом. Но здесь остаётся только у нас 4, да, несмотря на то, что гипотеза. Вот здесь вот как раз смогли простроить филогенетический ряд. То есть, опять же, происхождение человека – филогенез. Ладненько, ладненько, идём дальше. 18-е задание. Выберите 3 верных ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Адаптация растений к условиям тундры является... Тундра, там холодно. Так, вообще, глубокая корневая система может быть в тундре? Я думаю, что нет. Потому что, ну как? Как в тундре может быть глубокая корневая система? Там почва промерзает. Нет. А вот короткий вегетационный период – да. Лето короткое, значит, и короткий вегетационный период будет. Низкорослые побеги. Вот это, кстати, тоже будет подходить, потому что карликовая берёза – это вот как раз отсюда. Опушённые листья. Да, тоже подойдёт, потому что они сохраняют так влагу. Устица на нижней стороне листа... Нет, не подойдёт на нижней стороне листа устица. Хотя, в принципе, сейчас ещё подумаем. Слабо развитая механическая ткань. Нет, нет. Слабо развитая механическая ткань – это вообще водоросли, это вообще не сюда. Поэтому 2, 3, 4 оставляем. Так, ой, моё любимое задание в кавычках. Да, вот кто у меня занимается на курсе, знает, что углерод, азот – это наше всё. Образование нитратов. Нитраты, аммиак – это, конечно же, азот. Для процесса фотосинтеза однозначно нужен углерод, который растение получает из углекислого газа. Выделение продуктов расщепления глюкозы при дыхании. Так, ещё раз. Выделение продуктов расщепления глюкозы при дыхании. То есть, это говорят, знаете, про что, ребят? Про фотосинтез воды. Когда мы воду разделяем на водород и на гидрокосигруппу. Выделение продуктов расщепления глюкозы при дыхании. Это углерод. Аммонификация, конечно, азот. Аммонификация – это у нас общий круговорот азота. Фиксация атмосферного газа клубеньковыми бактериями. Тоже будет азот. Я не раз на уроках рассказывала про бобовые. Почему у бобовых много белка? Потому что они образуют симбиоз с азотфиксирующими бактериями. И денитрификация – это, конечно, тоже азот. Здесь, опять же, говорится про нитрификацию, нитраты. Это продукты у нас распада азота. Так, ну что, мы уже на финишной прямой, ребята. Мы уже на финишной прямой. Так, у нас здесь 20-е задание. Давайте его смотреть. На финишной прямой уже чего? Первой части. Так, поехали. 20-е задание. Проанализируйте таблицу формы эволюции. Дивергенция, конвергенция, движущий, стабилизирующий, разрывающийся, естественный отбор. Так, заполните пустые ячейки таблицы. Используя элементы, приведенные в списке, для каждой ячейки обозначенной буквы, выберите соответствующий элемент из предложенного списка. Я, кстати, обратите внимание прямо в темпе, чтобы все сделать за один урок, чтобы все разобрать, мы успели. Так, поехали. Дивергенция, появление полярных и бурых медведей. Характеристику нам нужно дать дивергенции. Вообще, в принципе, давайте немножечко так это проанализируем, что у нас такое, в принципе, будет дивергенция. Вот, смотрите, у нас есть конвергенция и есть дивергенция. Да, два таких вот интересных термина. Вот если мы здесь сделаем такую небольшую помарку, дивергенция – это будет у нас расхождение в ходе эволюции признаков, возникших от исходного предка. Это будет дивергенция. То есть у нас был предок, но у нас от этого исходного предка сформировались два разных вида, допустим, или два разных подвида. Это будет у нас дивергенция. Так, кофейку хлебнуть надо обязательно. Так, поэтому я думаю, что здесь один нужно поставить. Образование нескольких форм организмов от единого предка. Думаю, что здесь один будет. Здесь, смотрите, появление полярных и бурых медведей. Да, одно дело – бурый медведь, другое дело – полярный медведь. Они разные будут, но они от исходного предка. Формирование сходного фенотипа у особей неродственных групп. Преобразование передних конечностей в плавники, у их тенозавров и китообразных. Вот здесь смотрите, на что нужно обратить. На характеристику формирования сходного фенотипа у особей неродственных групп. А неродственные группы у нас – это наоборот, конвергенция. То есть предки разные, но организмы похожи между собой. Здесь нужно поставить шестерку – конвергенция. Филотическая эволюция – постепенное превращение во времени одного вида в другой. То есть по факту здесь нам говорят про что? Нам здесь говорят про филогенез, превращение одного вида в другой. Значит, пример нам нужно. Здесь про лошадь есть. Развитие предков лошадей. Это очень классический такой школьный пример – филогенетический ряд лошади. Пожалуйста, вот вам хороший пример. Но обратите внимание, как мы пишем. У нас А – это 6 в бланк сам. В – это единица. И В – это тройка. Обязательно смотрите. Не ошибитесь, точнее, как будете писать в бланк. Так, 21-е здесь у нас задание. Здесь у нас всегда будет два ответа. Так, у нас здесь температура и интенсивность процессов. Проанализируйте график сравнения интенсивности фотосинтеза и дыхания у растений одного вида. Фотосинтез достигает оптимума при более низких температурах, чем дыхание. А оптимум – это оптимальное значение. Он у нас будет в середине. Зона угнетения и зона гибели у нас. Ну, здесь не совсем зона гибели будет. Здесь у нас немножечко другое будет. Так, ну да, в принципе, у нас фотосинтез достигает оптимума при более низких температурах, чем дыхание. Давайте смотреть. Вот у нас 10, 20, да, вот у нас наивысшая точка. А дыхание у нас, получается, наивысшая точка будет при 30. Чем выше температура, тем активнее идут процессы в клетках. Ну, тут нет такой информации. Растения исследованного вида приспособлены к периодическим заморозкам. Не знаю, тут нет такой информации про заморозки, ничего тут не написано. Так, при температуре 20 активность фотосинтеза выше, чем клеточного дыхания. Так, да, фотосинтез, дыхание, конечно, выше однозначно. Здесь прям кривые какие. Ферменты дыхания денатурируют при более высоких температурах, чем ферменты фотосинтеза. Вообще, в принципе, ферменты при высоких температурах денатурируют, но у нас тут такой информации нет. Так, все, ребятки, первый вариант, первая часть этого большого, вообще, в принципе, варианта и достаточно сложного варианта разобрали. И мы сейчас перейдем с вами на вторую часть, на разбор еще 7 основных заданий второй части, за которые мы получаем максимальный балл. Ребятки, ну что, поехали дальше, да? И дальше у нас четвертая, вторая часть. Четвертая, почему четвертая? Итак, первое задание у нас это 22 номер, второй части. Напомню, что это блок. Это 22-23, то есть если кто-то не знает, не решал эти задания, еще не смотрел, обязательно их посмотрите, потому что это эксперимент. Эксперименты разные, но в целом плюс-минус они похожи между собой, у них есть определенный алгоритм решения. Так, давайте сначала прочитаем. Ученый изучал содержание витамина С в апельсинах. Ученый купил апельсины в магазине и поместил их на хранение при комнатной температуре. Другую экспериментальную группу составили апельсины, которые он сорвал непосредственно с дерева и поместил их на хранение в те же условия. Через равные промежутки времени, каждые две недели, ученый выделял сок из нескольких апельсинов и определял концентрацию витамина С в них. Результаты исследования он нанес на график. Сформулируйте нулевую гипотезу для данного эксперимента. Объясните, почему условия хранения апельсинов, купленных в магазине и сорванных дерева, должны быть одинаковыми. Почему результаты эксперимента могут быть недостоверными, если использовать апельсины разных сортов. Ну, такой, достаточно интересные здесь моментики у нас представлены. Давайте, в принципе, с этими интересными моментиками разбираться. Во-первых, нам нужно нулевую гипотезу здесь расписать. У нас пока еще в таких заданиях есть, что такое нулевая гипотеза, принимаемая по умолчанию предположение, что не существует связи между наблюдаемыми событиями и феноменами. Для того, чтобы установить нулевую гипотезу, нам нужно понимать, какая у нас переменная будет зависимая, какая независимая. Напомню, что зависимая переменная – это то, на что мы влияли в ходе эксперимента. А независимая переменная – та, которая не меняется, то есть чем мы влияли в ходе эксперимента. То есть нам здесь нужно вот этот момент, получается, определить. Вот у нас, смотрите, время хранения недели и содержание витамина С. Получается, время хранения недели – это независимая переменная, то есть это что мы делали с этими апельсинами в ходе этого эксперимента. А содержание витамина С – это у нас будет зависимая переменная. Таким образом, в нулевой гипотезе мы должны написать следующее, что у нас получается количество витамина С не зависит от времени хранения апельсинов. То есть первый критерий у нас получается – количество витамина С не зависит от времени хранения апельсинов. Вот так вот напишем – от времени хранения апельсинов. То есть еще раз, независимая переменная – это то, чем мы влияем в ходе эксперимента, то, что у нас не меняется. Зависимая переменная – это то, на что мы влияем в ходе эксперимента, что меняется. Дальше у нас здесь вопрос. Так, объясните, условия хранения купленных в магазине и сорванных с дерева должны быть одинаковыми. Почему результаты эксперимента могут быть недостоверными? То есть объясните, почему условия хранения апельсинов в купленных в магазине и сорванных с дерева должны быть одинаковыми. То есть если у нас условия будут разными при хранении апельсинов, в разных условиях может содержаться разное количество витамина С. То есть по сути очень простой такой момент. То есть мы здесь формулируем, что… Так, сейчас еще разочек я здесь это предложение правильно составлю. Объясните, почему условия хранения апельсинов в купленных в магазине и сорванных с деревом должны быть одинаковыми. То есть условия хранения должны быть одинаковыми. Так, как при разных условиях, я когда быстро пишу, у меня ужасный почерк меняется, или может меняться, можно написать количество витамина С. Так, я сами ответы здесь приложу вам, чтобы вы могли сравнить. Сами критерии ответов, точнее. Так, 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 идем дальше. Почему результаты эксперимента могут быть недостоверными, если апельсины разных сортов? В апельсинах разных сортов может быть разная концентрация витамина С. Так, разная концентрация витамина С. Так, и что здесь у нас еще хотят? То есть, если у нас разная концентрация витамина С, это нам не позволит установить зависимость, количество витаминов от срока хранения. Я напечатаю, хотя нет, не очень будет красиво, если уже писать и печатать не то. Так, если будут разные сорта апельсинов, то невозможно установить, влияет ли срок хранения на количество витамина С. На количество витамина С. Вот так вот. Так, 23-е у нас такое продолжение. В исследовании использовали апельсины одинакового сорта. Предположите, почему график для свежесобранных апельсинов лежит выше, чем для купленных в магазине. Предположите, какое время магазинные апельсины хранились, прежде чем были приобретены для эксперимента, если известно, что климатические условия в месте их хранения были идентичны естественным условиям их произрастания. Угу. Ну, такой интересный достаточно вопрос. Так, смотрите, первый, да, здесь у нас получается ответ. В исследовании использовались апельсины одинакового сорта. Предположите, почему график для свежесобранных апельсинов лежит выше, чем для купленных в магазине. Можно предположить, что купленные в магазине апельсины какое-то время хранились уже, прежде чем их начали исследовать. Вот. За время хранения концентрация витамина С у них уже успела снизиться. За время хранения. Так, и дальше мы здесь смотрим. Предположите, какое время апельсины хранились. Вот, ну, это может быть несколько недель. Вот. В идеале, конечно, это написать, магазинные апельсины хранились примерно от 8 до 10 недель. Вот. Можно сделать такой вывод. Почему? Потому что у нас, смотрите здесь, если мы посмотрим, да, у нас внизу апельсины из магазина, апельсины из дерева. У нас получается, у апельсинов с дерева количество витамина С будет больше, чем у магазинных апельсинов. Но количество витамина С у апельсинов с дерева примерно начинает так же снижаться, как и у магазинных апельсинов. То есть можно так написать. Вывод можно сделать, поскольку значение в точке 0 для магазинных апельсинов почти идентично значению на 8 неделе для свежесобранных. Вот у нас получается точка 0 практически идентична для 8 недели. Я здесь вам приложу ответы по критериям, чтобы сейчас время не тратить на запись. Так, 24 задание. К какому классу относится животное, скелет которого изображен на рисунке? Назовите две особенности скелета, которые позволят отличить его от представителей других классов. Предположите, какое преимущество перед стопоходящими дает пальцеходящие, нам здесь подсказку дает, характерное для изображенного животного. Ответ поясните. То есть первое, к какому классу относится животное, скелет которого изображен? Да, то есть у нас здесь наверняка это млекопитающее. Почему? Потому что здесь у нас ребра идут не сплошь, а есть отдельно для грудной части и брюшная часть без ребер. Следовательно, разделяет вот здесь вот диафрагма. В шейном отделе у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 позвонков. Ноги тоже здесь у нас будут прямоходящие. Вот расположение конечностей. Вот, то есть они у нас будут прямые здесь конечности. Поэтому мы здесь пишем, что у нас класс млекопитающие, 7 шейных позвонков, нет вороньих костей. Обратите еще внимание, то что есть клыки, есть хищные зубы. Если я увеличу, то в принципе это будет видно. Я вот эту стрелочку сейчас уберу. Есть клыки, есть хищные зубы. Значит, зубы будут дифференцированные. То есть это тоже у нас будет, как пример млекопитающих, дифференцированные зубы. 7 шейных позвонков уже сказала. И расположение конечностей под туловищем. Вот. У нас здесь еще вопрос, да. Предположите, какое преимущество перед стопоходящим дает пальцехождение. Пальцехождение это всегда скорость. Пальцехождение у нас это будут семейство кошачьи, семейство псовые. Это будет у нас скорость передвижения. Вот. То есть как пример такой, почему именно так. И получается, кроме скорости, что-то еще здесь нужно сказать. Можно сказать то, что уменьшается время контакта с поверхностью. И таким образом скорость увеличивается. То есть увеличение длины ноги, рычага для отталкивания и уменьшение самой стопы. Вот здесь знаете, какой пример у нас будет у непарнокопытных лошади. У них же получается, они будут фаланга, то есть одна фаланга только осталась, то есть от пальчика. Поэтому вот это вот минимальное сопротивление, касание получается самой конечности к земле и высокие ноги дают большую скорость. То же самое пальцы, ходящие по отношению к стопу, ходящим, допустим, к медведям. Это увеличение скорости за счет уменьшения соприкосновения. Такой вопрос. Так, интересный вот этот вот момент у нас здесь будет. Так, хидродиамикоз – смертельно-инфекционное заболевание амфибий, вызываемое паразитическим грибком. Хидродиамикоз приводит к глобальному сокращению популяции земноводных во всем мире. Около 200 видов из-за него оказались на грани исчезновения. Грибок способен переваривать кератин и использовать полученные пептины для питания. Предположите, какой орган ткань в организме амфибии поражает этот грибок. Ответ – поясните, почему при заражении грибком через несколько дней наступает смерть животного и назовите три возможные причины гибели. Здесь у нас, смотрите, есть подсказка, ребят. Еще раз потом внимательно прочитайте. Грибок способен переваривать кератин. Кератин – это белок, который у нас находится в коже. И это нерастворимый белок, то есть, допустим, у нас волосы, наша кожа. Мы же, когда умываемся, он у нас не растворяется, у нас ничего такого не происходит. А вот для, получается, земноводных, для амфибий, этот грибок, он способен, этот белок, кератин, который находится в коже, растворять. Поэтому грибок поражает кожу, а точнее, верхний слой. Это эпидермис. Вот. Кератин входит в состав клеток кожи, то есть, без него животное оказывается, грубо говоря, без кожи, то есть, без защиты. То есть, при повреждении кожи, у нас усиливается риск получения других инфекций, бактериальных инфекций, в частности, либо других грибковых инфекций, нарушается барьерная функция. Плюс, амфибии, они у нас дышат через кожу. Большая часть у них, на самом деле, вот кислорода, она поступает именно через кожу амфибий. У них двойное дыхание, у них мешковидные легкие, и само вот это вот кожное дыхание, поэтому кожа выделяет специальный слизь через слизистые железы, она должна быть всегда достаточно такой увлажнённой. Вот. Поэтому амфибий просто не может нормально дышать, лягушка не может нормально дышать. Нарушается газообмен, нарушается транспорт воды, нарушается осмос, терморегуляция нарушается. Мы уже говорили в начале, у нас на втором задании здесь был вопрос про, получается, мышку. Я, в пример, приводила как раз-таки лягушек. Лягушки у нас будут хладнокровные, то есть они зависят от температуры, поэтому нарушается транспорт воды, нарушается терморегуляторная функция. Нарушается выделение токсических веществ, потому что у земноводных также через кожу выделяются непереваренные продукты жизнедеятельности, выделяются токсины, которые накапливаются в процессе дыхания и пищеварения. Это тоже всё нарушается. Вот критерии, опять же, здесь тоже вам оставлю, чтобы вы могли сравнить. Так, идём дальше. 26 задание про птичек. Так, многие птицы из отряда соколообразные питаются исключительно животной пищей. То есть являются облигатными хищниками. Облигатными – это значит обязательными. Однако процесс фотосинтеза оказывает на них влияние как в масштабах экосистемы, в которой они обитают, так и в масштабах всей биосферы. Ну, в принципе, без фотосинтеза мы тоже с вами пропадём, потому что растения фотосинтезируют, накапливают витамины, не будет растений, не будет кислорода, нарушатся все возможные экологические цепочки. В общем, вы, я думаю, понимаете, да, значение фотосинтеза. Так, однако, процесс фотосинтеза оказывает на них влияние как в масштабах экосистемы, в которой они обитают, так и в масштабах всей биосферы. Перечислите три возможные взаимосвязи между фотосинтезом и жизнедеятельностью хищных птиц и объясните их значение. Ну, такой достаточно интересный вопрос, нам подумать. Получается, растения в процессе фотосинтеза создают органические вещества, углеводы. Они у нас будут продуценты, они составляют первый трофический уровень, первичную продукцию создают. То есть через растительноядных животных, консументов первого порядка, органические вещества передаются хищным птицам, консументам второго и последующих порядков. Растения выделяют кислород, без которого невозможно дышать. То есть кислород обеспечивает дыхание птицам. Кислород преобразуется в озон. Озон защищает от ультрафиолетовых лучей, создает озоновый слой. Такое задание на подумать на самом деле. Так, и переходим к кульминации нашего Стадграда, первого варианта. Какой хромосомный набор характерен для клеток листостебельного растения из пор мха кукушкина льна? Из каких исходных клеток и в результате какого деления они образуются? Кстати, интересный момент. У нас в 27-м еще добавилась идеальная популяция Харди Вайнберга. У нас остались вот эти вот циклы, у нас остались деления клеток, у нас усложнили синтез белка. И еще спрашивают про опять растения. Ну ладно. Итак, какой хромосомный набор характерен для клеток листостебельного растения из пор мха кукушкин льон? Кукушкин льон у нас споровое растение, у которого будет преобладать в жизненном цикле гометофит. Гометофит у нас это будет гаплоидное поколение, то есть 1Н. Могу вам такую сделать сейчас. Простую схемку. То есть смотрите, у нас изначально спора. Спора у нас всегда гаплоидная, 1Н. Спора образуется миозом, потому что миоз у нас уменьшает количество генетического набора и диплоидного создает гаплоидный. Миоз происходит на спорофите. Спорофит. А спора делится метозом и образует гаплоидное поколение гометофит. Вот как раз у мхао кукушкин льна это гаплоидное поколение гометофит преобладает. Делится метозом и образует гометофит. Половые клетки. Архегонии образуются яйцеклетки. В интериндех образуются спермии. Мужские половые клетки. Они сливаются. Происходит аплодотворение. Они, естественно, гаплоидные, 1Н. Образуется диплоидная 2Н зигота. Зигота делится метозом и образуется парофит. Диплоидный набор. Ну, в принципе, все. Вот он, жизненный цикл. Нужно помнить, что у растений все клетки, кроме спор, в том числе и половые клетки, образованы метозом и только споры образованы миозом. У нас здесь какой хромосомный набор характерен для клеток листостебельного растения? Нужно помнить, если у нас листостебельное растение, то в клетках будет гаплоидный набор. То есть мы так и пишем. В клетках листостебельного растения будет гаплоидный набор 1Н. В спорах у нас будет тоже гаплоидный набор 1Н. Из каких исходных клеток в результате какого деления образуется? Клетки листостебельного растения образуются в результате метоза из спора. Из споры, извините, из споры. И клетки, получается у нас спор, образуются на спорофите, в коробочке на ножке, в результате миоза. Все, мы это поясняем. В спорогенной зоне можно написать в результате миоза. Достаточно простое задание, ну, такое интересное. Ну и что? Что у нас дальше-то? Дальше-то у нас задача 28-я. Давайте смотреть. У дрозофилы, мушка такая у нас есть, гетерогаметным полом является мужской. То есть гетерогаметный пол – это XY, это у нас будет мужской. При скрещивании самок с серым телом и ровным краем крыла и самцом, имеющим чёрное тело и зубчатый край крыла, всё потомство оказалось единообразным по признакам цвета тела и формы крыла. И, кстати, не сказано, какие признаки не сказано. Догадайтесь, сами говорят нам. При скрещивании самки с чёрным телом и зубчатым краем крыла и самца с серым телом и ровным краем крыла в потомстве самки имели серое тело и ровный край, а самцы серое тело и зубчатый край. Составьте схему решения, определите генотипы, фенотипы, пол всех родителей и поясните фенотипическое расщепление. Ну что, ребят, давайте разбираться. Задача такая здесь, на самом деле, интересная, не очень сложная, надо просто разобраться. При скрещивании самок с серым телом и ровным краем крыла если у нас в первом предложении что-то сказано про пол, явно один признак сцеплен с полом. И самцов, имеющим чёрное тело и зубчатый край крыла, всё потомство оказалось единообразным. Каким не сказано? Давайте смотреть по второму скрещиванию. При скрещивании самки с чёрным телом, зубчатым краем крыла и самца с серым телом, ровным краем, в потомстве самки имели серое тело и ровный край крыла, а самцы серое тело и зубчатый край. Смею предположить, за счёт второго скрещивания, что серое тело – это доминантный ген. А большое. Мы его будем отмечать. И смею предположить, что он у нас будет не сцеплен с полом, он будет у нас, скорее всего, аутосомный. А вот с краем крыла не очень-то всё понятно, поэтому думаю, что край крыла у нас сцеплен с х-хромосомой. Здесь нужно понять, какой у нас тут край крыла будет доминантный, какой рецессивный. Давайте ещё раз обратим внимание на второе скрещивание. При скрещивании самки с чёрным телом и зубчатым краем крыла и самца с серым телом ровным краем крыла в потомстве самки имели серое тело и ровный край, а самцы серое тело и зубчатый край. Смотрите, ребята, у нас самка-то была с зубчатым краем. Значит, она всем своим сыновьям отдаёт х-хромосому, а самец отдаёт у. И у нас, смотрите, все самцы получились с зубчатым краем. Значит, мы можем предположить, что зубчатый край – это признак рецессивный и сцеплен с х-хромосомой. Давайте решить эту задачу. Я думаю, что всё у нас сейчас получится. Так, поехали, да? Я немножко так повыше сделаю. Вот. Поехали. Так, у нас здесь первое скрещивание. Так, самка с серым телом ровным краем крыла и самца с чёрным телом зубчатым краем. Всё потомство оказалось единообразным. Значит, предполагаю, что самка А-большое-большое, х-б-большое-большое, так как всё потомство было единообразным, как в первом законе Менделя, да, то есть, когда мы скрещиваем доминантную гомозиготу с рецессивной гомозиготой. Так, и получается ровный край. Так, а маленькая-маленькая, x-y. У нас самец получается имел чёрное тело и зубчатый край. Зубчатый край b-маленькая. Пишем гометы. А-большое-большое, а маленькое. Что такое? Что такое? Не обводится. Ахб – маленькая, а маленькая – у. Ахб – от самки, ахб – от самца. Получается, она здесь серая с ровным край. Ахб – от самки, а маленькая – у от самца. Серый с ровным край. Получилось? Получилось. Так, второе скрещивание. Самка уже у нас была с чёрным телом и зубчатым краем. То есть рецессивные признаки. Чёрное тело и зубчатый край. И самца с серым телом и ровным краем. И вот смотрите, здесь у нас во втором скрещивании получились тоже все с серым телом, поэтому самца тоже сделаю доминантной гомозиготой и ровным краем. Потому что все с серым телом получились, поэтому я так здесь и пишу. Так, ф2 от самки, а маленькая, хб маленькая, от самца, а большое, хб большое. Получается серая самка с ровным краем крыла. Так, от самки, а маленькая, хб маленькая, от самца, а большое, у. Получается серый с зубчатым краем как раз самец. Всё у нас тут получилось. Определите генотипы-фенотипы. Определили, сделали. Нужно ответить на вопрос. Поясните фенотипическое расщепление во втором скрещивании. Во втором скрещивании у нас форма крыла сцеплена с х-хромосомой, поэтому у нас получается соотношение один к одному. Самки получаются у нас с ровным краем крыла. Так как получают хб большое от самца, хб маленькую от самки, а самцы получают хб маленькую от самки, поэтому у них будет зубчатая форма крыла. Соотношение один к одному. Вот. Вот и всё. Вот и всё, ребят. Мы с вами разобрали сложный, интересный первый вариант Статграда в февраль. Надеюсь, это видео было для вас полезным, понятным. И буду рада вас видеть на воскресных вебинарах, также на больших практиках в конце марта и в апреле. Ссылку можно увидеть будет под этим видео. Всем спасибо, кто посмотрел до конца. Всех обнимаю и успешной сдачи на ЕГЭ. Субтитры сделал DimaTorzok